Здравствуйте, всем добрый день. Меня зовут Максим, и сегодня я расскажу вам о моделировании системы квантовоспределения ключей с учетом фруктуации источника. Эта тема на самом деле практически та же самая, о которой говорил предыдущий докладчик. Однако, как оказывается, у метода обманных состояний есть несколько проблем, связанных не только с детекторами, но еще и с источниками. Однако сначала о квантовой криптографии. Центральной задачей криптографии, как известно, является восприятие секретных ключей между пользователями Алисой и Богом и, как Тон уже говорил, наиболее распространенным методом решения этой задачи является криптография с открытым ключом. Наиболее известные алгоритмы здесь это RSA и алгоритмы Диффи-Хеллмана, однако их безопасность основана на отсутствии эффективных алгоритмов решения этой задач математических, которые, однако, могут быть эффективно решены на квантовом компьютере. Однако, говоря о криптографии, здесь стоит, наверное, поминуть, что не вся классическая криптография, то есть алгоритмы RSA, Диффи-Хеллман, это не вся классическая криптография, и она есть довольно большая ее часть, которая почему-то не прижилась ввиду, видимо, неэффективности, но она основана на нескольких других задачах, которые квантовый компьютер не умеет решать настолько эффективно, что это вроде криптографии на эллиптических кривых, взлома хэш-функций, и в этой связи очень активно развивается также направление классической пост-квантовой криптографии, в частности, даже не так давно компания Google заявила о том, что собирается внедрить новую систему пост-квантовой криптографии, которая называется New Hope, браузер Google Chrome, над ним пользуется, возможно, так бояться нечем. Но, однако, также задача инфиденциального распределения ключей может быть решена с помощью передачи индивидуальных квантовых объектов. Документ называется квантовое распределение ключей, или QKD, и он имеет строгое теоретическое обоснование стойкости, в допущении, что злоумышленник ограничен лишь законной физики. Схема протокола BB84, наиболее известного здесь, о которой Антон уже говорил, поэтому я не буду. Однако, как выглядит общая схема? Общая схема выглядит следующим образом. Прежде чем начинать протокол распределения, легитимные пользователи должны хорошо охарактеризовать свои установки, чтобы знать все, что в них происходит. И если этого не сделать, то какие-то шумы, о которых пользователи не знают, могут просто нарушить безопасность всего протокола или снизить его эффективность. После характеризации устройств Алиса и Боб, собственно, выполняют протокол распределения ключей, затем запускают некоторый алгоритм коррекции ошибок, который также говорит им, сколько ошибок произошло на пути по квантовому каналу, сверка ошибок и усиление секретности. То есть, как это выглядит? Я, наверное, здесь пролистаю, потому что усиление секретности на самом деле это некоторая хэш-функция, которая, как мы знаем, эффективна и устойчива против атак квантового компьютера. Это некоторая функция, которая сжимает ключ длины L большое в ключ длины L малое. Осталось только получить саму величину L малое. То есть сколько действительно секретных бит в процессе распределения Алиса и Боб могут получить. Ответом на этот вопрос является функция, которую также была ранее написана. Это формула длины секретного ключа. Однако она требует знания двух величин. Это величины однофотонных состояний и величины ошибок в них. Однако как их оценивать? На этот вопрос отвечает протокол decoy state или метод с состояниями ловушками, о котором тоже говорил Антон. Он основан на чем? Он основан на том, что источник генерирует некоторый когерентный импульс и количество фотонов в этом импульсе описывается распределением плацона, которое мы знаем. Однако дальше, как тоже уже говорил Антон, давайте возьмем некоторые три интенсивности. То есть это соответствует тому, что у вас есть три распределения плацона с разными средними величинами, с величинами μ, μ и λ, соответственно. И вы можете посчитать вероятность генерации некоторого инфотонного состояния и, зная эффективность детектора, можете посчитать вероятность регистрации этого инфотонного состояния. Дальше что мы делаем? Дальше мы говорим, что, опять же, тоже важное замечание, что на практике это может быть не так. Давайте считать, что вероятности регистрации n-фотонного состояния одинаковы для каждой сигнальной интенсивности. Тогда мы можем что сделать? Мы можем просто сложить два ряда. Вернее, не сложить, а вычесть так, чтобы у нас сократилось здесь в данном случае y1, это вероятность регистрации однофотонных импульсов. Что вы тогда получите? Отсюда можно получить оценку на y0, то есть на вероятность регистрации не зарегистрировать ничего, не получить никакого исхода. Используя эту оценку, можно пойти дальше и сложить две суммы так, чтобы у вас сократились y0 и получить отсюда, просто написав неравенство для некоторого ряда, получить оценку на y1, то есть на вероятность регистрации однофотонного импульса. Мы знаем тогда вероятность, что Алиса сгенерировала однофотонный импульс, нажимаем на вероятность регистрации и получаем, требуем нам величину q1. Все хорошо. То же самое мы можем сделать и с долей ошибок в однофотонных импульсах, то есть просто умножив это же самое наблюдаемое значение q на соответствующую вероятность ошибки и получить таким образом оценку на долю ошибок в однофотонных импульсах. Это стандартный метод состояния ловушек. Однако в чем здесь есть проблема? Проблема в том, что в реальной ситуации когда есть реальная установка, в ней есть какой-то шум, который на самом деле мы можем померить, но мы не очень понимаем, как его учитывать. Суть здесь заключается в чем? В том, что вместо матрицы плотности в фоковском базисе, в которой стоят вероятности, соответствующие вероятности плотностического распределения, присутствует интеграл по некоторому распределению средних величин плотностического распределения. То есть это какой-то шум, некоторые флутуации присутствуют. Мы также знаем, что эти распределения, они ограничены, то есть имеют какой-то конечный support. эти интервалы также можно экспериментально померить. Однако, что мы можем сделать? Мы можем взять скорость генерации секретного ключа и просто на экспериментально измеренных интервалах ее минимизировать. Тогда что мы получим? Мы получим просто, что мы можем взять те же самые оценки и поставить в них какие-то граничные значения. Тогда мы получим скорость генерации секретного ключа. Это его зависимость от длинной линии, от расстояния, которая очень быстро падает, если этот интервал немножко увеличить. Конечно, такая ситуация нас не устраивает и мы хотим пойти дальше и сказать, что давайте мы измерим распределение средних значений и вычислим вероятности, входящие в некоторое, другое распределение. Тогда что мы можем сделать? Мы можем, важным замечанием здесь также является то, что функции распределения пока по каждой из интенсивностей мы можем полагать некоррелированными и на самом деле на практике этого можно добиться системы неуспеха. Однако мы можем просто взять эти вероятности и попытаться написать обобщенную оценку, попытаться получить некоторый обобщенный метод с состоянием и ловушками, который включает в себя какое-то другое распределение. И сделать это можно. И неравенство здесь на самом деле выполняется именно благодаря тому, что между распределениями нет корреляции. Тогда эту разность между произведениями вероятности мы можем записать под один интеграл, где стоит некоторая оценка совместного распределения, которое на самом деле просто произведение распределений, соответствующие каждой из интенсивностей. И тогда здесь мы получаем стандартную оценку метода decoy state. и таким образом можем получить и y0, и похожим же образом можем получить оценку на величину однофотонных импульсов, несколько проделав по сути те же самые приемы, что и стандартные оценки. И, конечно же, оценку на величину ошибок в однофотонных состояниях тоже можем получить. Тогда что мы получаем? В случае, если у нас, например, есть какое-то гауссовское распределение средних значений, мы получаем оценку длины секретного ключа, которая на самом деле намного более устойчива к расширению вот этого интервала. Ну и, собственно, заключение. Мы получили обобщение стандартного протокола decoy state на случай наличия флутуации средних значений при генерации конгерентных импульсов, получили оценки доли однопотонных импульсов и ошибок. И, по сути, мы получили способ избежать слишком пессимистичных оценок на долю однофотонных импульсов и ошибок. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Вопрос по последнему графику, что там... Я задавал его в куларах, но вот задам немножко в другой форме и сейчас. Если посмотреть на сплошную линию, то на сплошные линии, то от сигмы, от дисперсии скорость даже увеличивается. С ростом сигма скорость даже увеличивается. Так означает ли это, что флуктуация интенсивности – это даже хорошо, что нам и нужно искусственно вводить эти флуктуации, и чем сильнее, тем лучше? Потому что на графике только увеличение от этого. В какой-то степени да, можно так сказать, потому что на самом деле если вы ограничиваете свою модель одним распределением плацона, возможно, оно не самое лучшее распределение, и вы хотели бы выбрать другое. И в этом смысле шум может его несколько сгладить и даже увеличить однофотонную компоненту, поскольку на самом деле все средние величины, то есть параметры лямбда, ню и мю, они все меньше нуля. И если мы попытаемся включить туда шум, они все расплывутся, и однофотонная компонента может увеличиться. Может быть, это означает, что интенсивности выбраны неоптимально? Известно же, что в классической теории вероятности или в классической теории оптимизации переход к рандомизации не увеличивает оптимум. То есть если есть оптимальные интенсивности, а мы вводим рандомизацию, что они еще и случайно выбираются, но оптимум от этого не должен увеличиться. Так что если здесь увеличивается, то значит, может, они исходные были неоптимальные? Возможно, да. Это просто для экспериментальных параметров сделано. Не знаю. Скорее всего, да. Ну, экспериментальных, но у нас есть же оптимизация. Вот с Евгением, в частности, Киктенко. Мы прям методами дифференциальной эволюции мы же находим оптимальные значения. Если это еще не заброшено. В теории, по крайней мере, мы это сделали. Не знаю, как там экспериментаторы пользуются этими расчетами. Ну ладно. Спасибо. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, может, я не до конца понял, насколько мы хорошо должны знать распределение вероятности интенсивностей. То есть это же полагается известным. Мы его протестировали много раз, и мы его хорошо знаем. Ну, прям точно знаем. Если мы не точно его знаем, то адаптируется этот метод? Или как-то его… Ну, все нужно точно знать. Ну, на самом деле, строго говоря, вы можете взять любое распределение и просто получить оценки из него. Ага. Спасибо. Так, если больше вопросов нет, то поблагодарим докладчика еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ